Привет друзья! Сегодня бы хотелось сказать несколько слов об углекислом газе. Друзья, не покупайте вы баллоны с углекислым газом, ставьте углекислый газ на браги. Друзья, углекислый газ я получаю вот таким способом из браги. Затем брага отстаивается немножко, некоторое время до осветления и этот полуфабрикат перегоняется. Получаем вот такой совершенно прозрачный продукт крепостью градусов 70, если перегнать два раза. Этот готовый продукт крепостью 70 градусов мы собираем в баночку. Добавляем туда прожаренные дубовые чипсы или палочки. На такую банку достаточно одной или двух вот таких вот небольших щепок. Какое-то время настаиваем. Хорошо добавить туда столовую ложку меда. Одну или две по вкусу. И потом в результате мы получаем примерно... Да, допустая сейчас полностью в погребе. Получаем коньячок хорошего цвета, хорошего вкуса. В магазине такая бутылочка коньячка стоит рублей 700. А мы получаем это как побочный продукт от производства углекислого газа для аквариума. Таким образом производство углекислого газа для аквариума не только бесплатное, но и приносит заметную пользу. Вот таким способом я получаю углекислый газ и немного побочного продукта. Путем несложных манипуляций с этим побочным продуктом, путем добавления вот таких дубовых палочек в него, мы получаем вот такой вот замечательный продукт. Все-таки сладо в погреб и достал немножко этого вкуснейшего продукта. Бутылочка вся запотела, вкуснятинка. Но можно ставить углекислый газ еще на винограде и тогда получается вот такой вот замечательный продукт. Только что достал из погреба и сейчас будем его дегустировать. Таким образом углекислый газ у вас вполне может покупаться и даже приносить заметную пользу. Всем пока. И не ставьте вы углекислый газ на баллонной системе. Это бессмысленная трата денег.